Здравствуйте, друзья! Вот такая вот мельница стоит где-то себе в цветущем поле рапса. Также люблю цветущие поля подсолнаха. И сейчас давайте будем такую вот мельницу, такую картинку, очень-очень яркую, очень сочную, рисовать. Так, сразу сделаем подмалевок. Не было вообще подмалевок, вообще всей работы сделаем, да? Я пишу акриловыми красками сегодня, ну, для быстроты работы, скажем так, да? И эту же картиночку можно нарисовать и гуашевыми красками. То есть берите те краски, которые у вас есть. И, наверное, знаете, вот чуть-чуть не на середине, а пониже спустите свою линию горизонта. Вот где-то она вот здесь вот пройдет. И голубым... А, да, забыла сказать, что он у меня вообще на палитре. У меня кадмий красный, но, в принципе, можно обойтись и без кадмия красного, если вы не будете делать вот этот вот маленький домишко с красной черепичной крыши. Можно без кадмия обойтись. Хотя нет, нельзя обойтись. Дело в том, что можно коричневый получить путем замеса красного и черного. Или взять тот коричневый, который у вас есть в наборе. Кадмии желтый. У меня средний. Берите желтый цвет, какой есть. У меня зеленый веридон. Или это изумрудная краска в гуашевых красках. У меня окись хрома. Такой вот теплый зеленый цвет. Ультрамарин. Белила титановая. И у меня сиена. А вы можете взять коричневый, если пишете это все гуашевыми красками. И вот таким вот цветом давайте сейчас сделаем небо. А если хотите, можно по небу прописать облака. Хотите, можно пальчиком. Хотите, можно кисточкой. Тут не важно, что вообще, как у вас получится, какие облака получатся. Ну, я люблю пальчиком писать. Причем облака могут быть как перистые, так и кучевые. Поэтому смотрите сами. Наводите эти облака. Ну, они, вы знаете, они на небе бывают и перистые, и кучевые одновременно. И сейчас давайте вот это вот поле пропишем. Оно может сразу писаться как зеленым, так и желтым. Чуть-чуть вот запустим сюда. Смотрите, что по зеленому. Ну, конечно, подмалевок должен быть потемнее. И я люблю вот такой замес. Я мешаю изумрудный, мешаю с окисью хрома. И даже немножечко туда подбавляю синенького. Прям ультрамарина. Вот так вот. И в акриле, смотрите, ну, постоянно мыть кисточку, да, вот ее очень хорошо надо вымывать. Это, ну, мне это напряжение, например. Поэтому я беру сразу две кисточки. Одной кисточкой я буду вот писать... Вот так вот я, смотрите, вот так работаю, да? Одной кисточкой я сейчас какие-то мазки сделаю желтого, а второй кисточкой, вторая кисточка у меня пройдет с зеленым. Так, и сначала вот в желтой я капельку зеленого подмешаю. Прям вот буквально чуть-чуть. Вот. Ну, и определяйтесь, где у вас будут вообще вот самые яркие цветочки такие. Так, и они будут сначала зеленовато-желтые, да? Вот так. Делайте вообще... Землю старайтесь делать горизонтальными мазками, а небо можно делать любыми мазочками. И тогда у вас прям вот земля очень-очень хорошо ляжет. Так, и сейчас я вот сюда вот пробегусь вот этим вот зеленым. Так, пока у меня еще не высох акрил, я могу взять желтенький и чуть-чуть вот смешать границу зеленого и желтого. Ближе к линии горизонта будет чуть-чуть побольше зелено-желтого. Вот так вот это будет. Вот, хорошо, подмалевок у нас с вами есть. Давайте построим саму вот эту вот мельницу. Чтобы она поместилась в работе, я вам сейчас просто скажу, я пишу на формате А5, и я вам скажу размеры, примерные размеры, чтобы вам было от чего отталкиваться. Так, по ширине она будет, ну, где-то 4-4,5 см, а по длине она будет 8,5 см, ну, 9 см. И сейчас мы давайте какую-то тоненькую кисточку возьмите, возьмите тот коричневый, какой у вас есть. И смотрите, как ее построить. Так, определили, что вот она будет, но она не по центру, потому что здесь такая вот хорошая, видите, композиция. Тут и дерево, и маленький домишко вот какой-то. Так, поэтому мы ее смещаем чуток влево. Так, и я ее вот прям строю. Ось симметрии. Так. И это будет, вот, наверное, скорее всего, скошенный такой конус. Скошенный конус. То есть, определите, пожалуйста, ее ширину. Так. И определяем длину основной части вот этой вот мельницы. Вот так вот мы определили. И давайте я вот этот скошенный, ну, это скошенный конус или трапеция в данном случае. Вот при построении это трапеция, а при светотени это уже будет конус. Вот так вот. И смотрите, мельницы, окончания у мельниц бывают совершенно разные. Бывают полукруглые, кстати, вот мельницы. Очень удобно. Бывают они даже вот такие, как луковица, церквушек. Тоже очень хорошо. Поэтому то, что у вас получится, то и будет отлично. У меня здесь более такая сложная мельница. Но я, знаете, я ее сейчас завершу грибочком. Так нам будет с вами поудобнее, просто-напросто. И такие мельницы бывают, бывают. Вот такой вот грибочек. По цвету и цветопередаче нам это будет чуть-чуть полегче рисовать. Так, нарисовали. И теперь давайте возьмем основной тон этой мельницы. Мы сразу прям вот подмалевочкой этой мельницы сделаем. Да, а потом будем остальные все вещицы прописывать. Все остальное уже ерунда. Так, основной мы берем средний какой-то тон для того, чтобы нам было удобно от среднего тона потом танцевать к более светлому, да, и к более темному. Ну, что у меня есть? А у меня вот этот коричневый и есть. Так, я его сейчас смешаю с желтой краской. Вот эту вот беру свою умбру. Так, мешаем с желтой. Вот такой вот цвет получается. Вы знаете, он, ну, в принципе, какой-то такой вот зеленоватый. Хороший цвет старинной мельницы, потому что мельница-то старая. Нам вот эту вот старинность, да, состаренность этой мельницы им нужно будет передать. Но для меня это слишком такой вот очень, знаете, какой-то такой вот цвет холодный. А мне хочется передать, чтобы мельничка теплая была. Поэтому в этот цвет я подмешиваю капельку красного. Кстати, вы можете, знаете, что сделать? Можно просто смешать красный с черным. Тоже получится очень хороший цвет коричневый. И я вот этот вот, этот цвет наношу. Она у нас на грибочек похожа, да? Поэтому, знаете, давайте прям вот такой вот красно-коричневый, чисто красно-коричневый сделаем. И у нас вот такой вот хороший цвет будет для окончания вот этой, ну, для крыши этой мельницы. Вот такой вот прям цвет. Такой грибной цвет очень. Хорошо. Теперь, смотрите, мы можем и дальше уже, да, делать. Мы сейчас зелень будем прописывать. Или можем еще вот с мельницей повозиться. В принципе, давайте повозимся. Чего тут? Мы сейчас, вот, ну, просто не высыпем. У меня акрил, если он высыхает, то, конечно, приходится делать новые замесы. Поэтому, вот в этот замес, который у меня имеется, я добавляю побольше умбры. Ну, да-да-да-да, прошу прощения, умбры. И с одной стороны делаю более прям вот такой вот коричневатый хороший. Вот так вот. Кстати, вот флейцам можно двигаться не только вот вертикально, но и можно двигаться горизонтально. Тоже получается вот хорошее такое, этот, хорошее движение, хорошие мазки. А в этот цвет, если я добавлю белого, то у меня получится по тону светлый. И этот светлый я наношу вот сюда, вот. Вот так вот. Свет я еще потом добавлю. И вот эту вот границу, пока не высохла, вы можете ее просто влажной кисточкой растереть. Вот, что я и делаю, что я и пытаюсь сделать. Так. Или еще раз получить замес, вот основной замес этой мельницы. Ну, в принципе, нормально, я считаю. Хотя я могу еще вот так вот сделать. Вот так вот будет. Скорее всего, будет это вот так. Пока, пока. Дальше посмотрим. И то же самое мы сделаем на крыше. Ну, здесь полегче. Так. Сделаем потемнее замес какой-то. И вот движение будет вот такое. Прямо, прям движение грибочка. Вот так будет. Так. И в этот замес я добавляю беленького. И белым сделаю вот сюда. Так. Границу тоже разотру, тоже уберу. Теперь смотрите. Теперь смотрите. Давайте зелень будем. Вот у нас зелень есть. Но вот здесь мне хочется зелень сделать немножко отличную от зелени, которая у нас на поле. Поэтому я беру просто без веридона вот один вот этот вот окись хрома. А у вас тот зеленый какой есть, какой имеется. И вот этим зеленым, ну, я немножечко добавлю сюда капельку ультрамарина. Чуть-чуть потемнее я сделаю, да, под ложечку. И сейчас просто намечаю кустики. Здесь можно вот этот вот домик прорисовать, если хотите его прям рисовать. Вот из тех замесов, какие есть. Давайте мы его сейчас быстренько прорисуем, что его тут рисовать. Так. И мы крышу покажем. Крыша такая немножечко вот сюда съезжает. Прямо вот этими вот замесами, которые у вас там не высохли, давайте и этот домик закрываем. Прорисуем. Так, вот смотрите. И сейчас давайте будем вот эти вот кустики и деревья рисовать. Так. Ну, просто вот кисточкой. Просто вы намечаете массы вот ваших деревьев. Веерной кисточкой мы наметим вот большой дуб, большое деревце, которое капельку на... Ну, оно не совсем, это не совсем задний план. Это чуть-чуть подальше вот мельницы. Акрил сохнет достаточно быстро, поэтому в этот основной цвет зелени можно добавить желтого. И желтым пробежаться по вот этим вот кустам. И смотрите. Для того, чтобы передать вообще какой-то вот яркий, да, яркий денек, яркий свет, то можно смешать веридон зеленый, смешать с желтым. Но в данном случае желтый должен быть холодный какой-то. Вот если у вас есть холодный, хорошо. Я не буду его выдавливать. Вот у меня один... У меня есть, конечно, холодный желтый. Ну, я хочу кадмий средний смешать с веридоном. Сейчас посмотрим, какая зелень выйдет. Вот, получается, смотрите, какая очень хорошая зелень. Если вот это, да, вот при этом освещении, при этих цветовых вот вообще решениях, это уже какое-то вот лето, то добавив вот такую вот смесь изумрудного с желтым, у вас получается только-только начало весны. Смотрите, как цвет меняет время года. Тоже будет интересно. И в этот зеленый я добавлю сразу белого. Белого. Ну, мне хочется уже зеленью так уже подзакончить. И вот этим светлым цветом пройтись по своей зелени, по своей зеленюшечке. Теперь давайте сейчас допишем мельницу и будем приступать к рапсовому полю. Так, давайте с мельницей. Ну, у нее там дверка какая-то есть. Кисточку возьмите уже потоньше какую-нибудь. Так. Мы еще свет сейчас покажем. Так, давайте. Можно сделать прям светло-светлый, светло-коричневый. Так. И добавить туда немножко желтого. Для того, чтобы показать, что это солнечный денек. Так. И добавьте вот этот вот свет. Вот. Мы вот прям его вот так вот пропишем. Я еле двигаюсь кисточкой. Кисточка у меня, знаете, она даже просто еле касается моей поверхности. И сразу, пока акрил не высох, я беру другую кисточку. И влажной кисточкой я чуть-чуть вот эту вот границу растираю, да. Более плавный переход. И смотрите, здесь не до конца пройдет вот этот светлый. Тут как бы рефлекс образуется. В этот же цвет я могу добавить капельку красного. И вот таким вот цветом показать освещенную часть уже на крыше своей мельницы. Вот так вот. И опять-таки влажной кисточкой я сейчас границу разотру. Даже мне хочется вот капельку сюда ввести, так вот красноватого. Вот так вот. Хорошо. Моя мельница, она, смотрите, она старая. Можно взять и показать, что она вот с какой-то облупившейся краской. Я возьму мастихин. Чем можно вообще заменить мастихин? Можно пластиковой картой заменить. Получить какой-то цвет. Давайте какой-то вот зеленоватый сделаем. Про зеленый я показывала много-много. И рассказывала. У меня на канале есть. Я могу прям вот зеленый, какой у меня есть, подмешать в сиену. Так. Вот какой-то вот такой зеленоватый. И могу сюда же добавить чуть-чуть беленького. Чтобы вот облупившаяся там штукатурка у меня была. Облупившаяся. Ну вот нечто, знаете, показать нечто такое среднее, серенькое. Серое, такое зеленоватое. И вот этим цветом я сейчас... Ну-ка давайте посмотрим. Да, вот такие вот прям хорошие вот мазочки. Облупившейся краски я и покажу вот на своей... Ну, где-то вот внизу покажу на своей мельнице. И сюда чуть-чуть потемнее добавьте побольше коричневого. И вот где-то вот здесь вот тоже каким-то коричневато-зеленоватым мы это и покажем. Да, вот прям буквально чуть-чуть. А домик нет, домик нарядный стоит. Его прям тут и побелили, и покрасили. Все как надо. Ну и теперь давайте возьмем синий. Смешаем его немножко с сиеной. Вот такой вот темный красивый цвет получается. И пропишем дверь. И пропишем окна. Сам домик я сделаю чуть-чуть посветлее. Теперь ищите в вашей палитре, что у вас тут есть светленького. И прям вот капельку, прям вот так вот показываем светлый домишечко. Так, и вот здесь вот, наверное, чуть-чуть я сейчас пробегусь посветлее. Так, хорошо. Сразу сделали. Из-под крыши идет тень. Поэтому тень можно показать, смешав ультрамарин с коричневым. Так, я смешиваю. И смотрите, тень от круглого предмета, она будет полукруглой. Вот такой вот она будет. Вот такая вот будет тень. Она, конечно, будет еще более такая размытая. Но картинка-то маленькая, поэтому ничего так по правилам сильно мы прописывать и не будем. Я не буду прописывать. Вот так вот я и оставлю. Так, хорошо. И эту же тень я запущу от крыши домика. Вот сюда вот так. Найдите какой-то светленький и светлым. А вот у меня есть этот замес. Чего там такого светлого? Это может быть белый. Ну, вот здесь вот у нас полно в палитре. Вот люблю такую палитру. Прям вытаскивайте из нее. Не надо новых замесов делать. Прям вытаскивайте, что у вас там посветлее есть. Потому что нам надо вот эти части показать окон. Что вот здесь вот освещено. Мы показываем толщину окон. И дверь я сделаю, возможно, чуть-чуть посветлее. Вот такая светленькая дверка у меня будет. О! По-моему, отлично. По-моему, славно. Так, сделаю красным. Красным, знаете, красный. Давайте смешаем его с желтым. Тренируемся смешивать краски. И я покажу прям черепицу. А тень на домике, вот на этом, я трогать не буду. Она у меня такая хорошая. Она у меня красно... Ну, такая фиолетовая. Я сделала фиолетовый. И вот у меня такой вот есть хороший теневой фиолетовый. Все отлично. И знаете, что я еще забыла? А, ничего я не забыла. Так, все. Давайте саму мельницу прописывать. А у нас тут вообще все супер, все здорово. Так, смотрите, что здесь. Если вот крылья этой мельницы, обратите внимание, попадают на какой-то светлый кусочек, да, то вы их делаете такими прям вот темно-коричневыми, какие они и есть. Если же крылья этой мельницы попадают на темный кусочек, вы возьмите и сделайте их посветлее. Прямо коричневым по центру делаем вот этот вот механизм, да, на котором держатся наши с вами крылья мельницы. Можно взять линейку, можно взять какую-то вообще старенькую бумажечку. И старенькой бумажечкой, вот у меня какая-то бумажечка есть тут с цветочками, ну, на цветочки не обращайте внимания. Так, и прям основание вот этих крыльев мельницы прорисовать коричневым, светло-коричневым, каким хотите, и определите. Я вот так вот сделаю, смотрите, вот так, раз, так, есть. И крылья перпендикулярны друг к другу. И вот так вот сделаю, раз, и сюда провожу. Так, все отлично. Теперь, смотрите, давайте замерим крылья, чтобы они были одинаковые. И, смотрите, я сейчас одно крыло прорисую, а потом уже по аналогии с этим крылом будем рисовать все остальное. Смотрите, здесь какая это... Здесь идет вот такая вот выступающая часть этого крыла. Здесь уже не надо проводить ни по какой линейке. Вот, тренируйте руку. И она делится на сегменты. Делится на, там, квадратики или делится, там, прямоугольнички. Вот это вот надо прорисовать. Вот так вот, прям самой тоненькой кисточкой возьмите, чтобы у вас это было. Так, и давайте сейчас вот эти вот мельничные крылья мы и прорисуем. Вот мельница моя готова, все прорисовано, все нормально. Теперь давайте коричневым прорисуем, прям на кустиках веточки. Прорисовали, отлично. И теперь берем чисто желтый, прям желтенький. Смотрите, чтобы он был таким прям чистеньким. Давайте немножечко смешаем его с белым, капельку. А если вы работаете гуашевыми красками, конечно, вам нужно его уплотнить. И будем рисовать вот эти вот цветочки. А вот делайте их, смотрите, просто кисточкой. Просто, ну, если веерная есть, прекрасно. Если нет веерной кисточки, берите щетинку, берите кисточку для клея, достаточно такая вот. Или старенькая щетинка, уже разлохмаченная, какая у вас есть. И наводим вот эти вот цветочки. На переднем плане это будут просто вот уже головки одуванчиков. То есть вы уже будете рисовать даже пятнышки. Не общую массу, а пятна. И для того, чтобы показать, я даже немножечко, знаете, сделаю с капелькой оранжевого. Потому что одуванчики, они в серединке такие немножечко даже оранжеватые. И вот эти вот пятна на переднем плане я и разбросаю. Ну, я просто вот кисточкой так вот потычу. Да и все. Может, у меня тут уже какие-то там тюльпанчики растут. У меня так кисточка получает такие отпечатки, как тюльпаны какие-то. Можно, кстати, несколько тюльпанчиков, вот какой-то кусочек и сделать, чтобы подчеркнуть вот эту вот красную крышу. А давайте так сделаем. Почему нет? Это наша картина. Мы что хотим, то и рисуем. Вот к этим тюльпанам нужны уже мазки другие. Поэтому я вот эти вот горизонтальные мазки я прерываю уже какими-то вертикальными вещами. Смотрите, вот такая вот хорошая картинка у нас с вами получается. Давайте будем смотреть, что же вышло. Смотрите, вот две картинки. При этом вот эту картинку я рисовала акрилом, да? А вот эту картинку я рисовала гуашью. И смотрите, колорит немножечко отличается, но обе картинки очень яркие, очень сочные. Получились как открытки из далекой какой-то Голландии, правда? Повесьте такую открыточку себе где-то на холодильник, если вы хотите путешествовать, если вы хотите попасть именно вот в Голландию, посмотреть на эти старые мельницы, которые растут и в тюльпанах, и в одуванчиках, и в рапсе. И я думаю, что они же и растут и где-то в полях подсолнечника. Я желаю вам хороших рисунков, спасибо, что вы меня смотрите, спасибо, что пишите мне комментарии. Пока-пока, еще увидимся.